Виталий, приветствую тебя! Топиционно мы с тобой открываем неделю, торговая сессия понедельника и в моменте смотрим на то, что на финансовых рынках происходит, комментируем актуальную ситуацию, подсказываем трейдерам, которые ищут информации, где в плане техники нужно заострить внимание, на какой фундамент обратить тоже внимание. В общем, комбинированный такой подход к тому, что на рынках происходит, для того, чтобы у тех, кто свидетит за нашим с тобой совместным аналитическим творчеством, была инфа. Я поздравляю тебя с открытием новой недели, она будет, скорее всего, непростой, ну, во-первых, потому что все меньше времени до конца 2020 года еще никто не отменял, наверное, неизбежный факт вот этого предновогоднего ралли. Я не знаю, началось оно или нет, но, может быть, в каком-то формате началось, но думаю, что вот эти две недели будет очень жарко, даже две с половиной недели. Тем более, что впереди у нас еще несколько значимых фундаментальных событий, может быть, конкретика и по Брекзиту, может быть, конкретика по фискальным стимулам США, еще и заседание подрезерва на этой неделе. Короче, рынки еще походят, да и к тому же мы работаем, как и раньше, с ковидной темой, кто-то уже ее тотально хейтит, верит, не верит, но я думаю, что отрицать сам факт того, что она сидит где-то у трейдеров, у инвесторов и не дает расслабиться, ну, отрицать этого, наверное, и не нужно. Ну, давай тогда с меня начнем традиционно. Сейчас, секундочку. Да, но у нас еще на носу это Рождество, да, там пораньше уходят трейдеры на, скажем так, на праздники, поэтому здесь совсем мало осталось, до Нового года больше, но до Рождества, как мы знаем, Европа и США, то есть основные игроки на рынке. Да, это, соответственно, следующая пятница, то есть действительно можно сказать, что две недели, вот за вот эти две недели должна произойти какая-то прям серьезная развязка. В то же время, тогда уж продолжу мысль, что, друзья, мы традиционно всегда с Виталием делаем особый упор на то, что, насколько бы вы не были уверены в ваших трейдах, контролируйте риски, загрузку депозитов, потому что все-таки ответственность за каждую сделку лежит на вас. Мы даем вводные, а вам уже принимать решение, стоит ли их придерживаться, распоряжаться этой информацией или нет. Так, ну что, давай тогда демонстрации. Начнем мы традиционно с американской валюты, продают довольно-таки давно, и сейчас мы видим на фактически многомесячных минимумах индекс доллара, 4-часовой таймфрейм, 90.57. Это лишь только начало, как я и ранее предупреждал, друзья, то, что после вот этих жалких попыток покупателей все-таки вытащить индекс доллара выше 91 пункта, все равно продавцы оказывались сильнее. И в итоге индекс оказывался на тех уровнях, с которых и вот начиналось это восстановление. 90 пунктов – это такая тотальная цель, будет здорово, если все-таки ее удастся сделать до конца этого года, хотя, учитывая, как быстро мы валимся, 57 пунктов, скажем так, по этому инструменту, ну, в принципе, можно пройти даже за один день. Отмечу, что есть еще несколько важных фундаментальных драйверов, которые должны отработаться. Это пакет фискальных стимулов, о которых я говорил, очень рассчитывал на то, что все-таки Конгресс согласует в каком-то мере этот фонд еще на прошлой неделе, но вот пока что нет информации. Думаю, что до конца года эта инфа должна прийти. Пока у нас Конгресс медлит, у нас есть еще запасной вариант – это Федрезерв, который ранее откладывал смягчение монетарной политики на инваре, но, судя по всему, из-за того, что американские законодатели никак не могут согласовать выделение средств, может быть, опять снова в свои руки возьмет Федрезерв. Поэтому я думаю, что по итогам двухдневного заседания как раз в среду вечером, Виталий, получается, что мы с тобой утром проведем следующий эфир, а вот мощное событие этой недели будет только вечером. То есть сможем разобраться уже не по таким уж и горящим следам только в понедельник следующей неделе. Но заранее хочу отметить, друзья, то, что если ФРС будет щедр на стимулирование, это может быть увеличение программы количественного смягчения, изменение ассортимента выкупаемых облигаций, это будет расценено в качестве медвежьего сигнала для доллара, поэтому учтите при планировании вашей торговой активности. Так, в прошлый раз у меня основной акцент был на сделку по нефти, я ее все-таки продавал, потому что с позиции фундамента видел предпосылки, для этого предупреждал, что сделка очень нескованная, потому что сделка против очевидного, которое вы сейчас наблюдаете, восходящего тренда. Сделка была закрыта по стоп-лоссу, сейчас котировки 50.72, и я вот который раз на нефтянке обжегся. Но, друзья, ничего не могу поделать, фундамент призывает меня быть преданным именно самому факту того, что когда растет предложение на фоне падения спроса, нельзя обкладывать в тот или иной сцепевой инструмент. С точки зрения трендовой динамики, конечно же, здесь стоит все-таки говорить о том, что восходящее движение может быть продолжено, но я пока что все-таки заходить в этот актив в ближайшие дни не буду, хотя те, кто знает меня, у меня есть такая долгосрочная позиция, кто следит за моим творчеством через брифинги, все-таки сохраняющий большой селл. Ну, это как бы мое бремя, я сам один буду его оттянуть. Так, хотел еще отметить европейскую валюту, которая у нас продолжает расти, сейчас котировки 1.21.46, друзья. Вот у нас есть локальная линия тренда, это правда часовой таймфрейм, она не настолько уж железобетонная, но все-таки эта линия может быть как бы корректирующим уровнем для тех, кто ищет возможность все-таки зайти в длинную позицию на остаточную часть 2020 года. Я рекомендую бренда покупать, например, тем, кто этого ранее не делал, с отметки 1.21.20, при этом стоплоу ставим на уровень 1.20.60 и тейк-профит уже выше отметки 1.22. Если текущая тенденция слабости доллара и, соответственно, рост рисковых инструментов продолжится, то шансы на реализацию прогноза Сити и Моргана о том, что евро-доллар легко может улететь выше отметки 1.23, шансы, короче, на такой сценарий повысятся. Я лично бежу давно лонг и считаю, что мы смело можем ориентироваться даже не на такие скромные значения, как 1.23, может быть, даже попробовать замахнуться на планку 1.25. Короче, пока что предлагаю работать с двумя инструментами. индекс доллара вниз и, соответственно, главный валютный риск на покупку. Виталий, слово тебе. Так. Ну, еще сегодня коллега выборщиков, да, голосует? Да, точно, верно подмечено. То есть будет интересно, как оно пройдет без каких-то проблем или с проблемами. Посмотрим, чем это закончится, признают ли это все. Итак, по рынку, что я говорил в прошлый раз, то есть в среду у меня была покупка доллар-иены. Покупали мы ее где-то на отметке 104.20, где-то вот здесь. Цели я оставил локальные где-то в районе 104.70. То есть вот эти хаи, мы их почти-почти добили. И дальше я ставил там на 105.7. Вышел по безубытку по данному инструменту. Не ушел он выше. Ну, и дальше, что по данному инструменту, фон смотрится пока, я думаю, как бы, возможно, даже больше вниз. То есть в сторону тренда. Возможно, лонг какой-то, но пока на текущий момент нужно, чтобы его выкупили и там дальше смотреть. Пока я вне рынка по данному активу. Это, в принципе, все, что было у меня на среду. На сегодня, в принципе, аналогично согласен с тобой по евро-доллару, что текущая картинка смотрится вверх. Покупки тоже логичные с отката, там, где ты покупаешь. Я бы, скажем, рассмотрел два варианта по евро-доллару. Это первый вариант, это покупка, возможно, где-то в районе там 1.20.60. То есть это вот этот минимум, который был у нас на прошлой неделе. Посмотрел, какая реакция здесь будет на данный инструмент. Или уже, скажем, при пробое вот этих хаев, то есть это бай-стопом, это у нас хай получился. Это 1.21.76, 1.77. Вот здесь бы тоже поставил бы на пробой лимитку, скажем, со стопом небольшим, там, пунктов 50. Посмотрел, скажем, такой расклад по евро-доллару. Или вариант покупки от нижней границы отката или пробой хая. Так как мы можем еще, как вариант, сходить на какую-то более длинную коррекцию. Ну, или с текущих, скажем, сходить наверх. То есть вот как-то вот так. То есть пока у меня такое мнение по данному инструменту. Ну, по-другим аналогично мы сейчас находимся по всем валютам в трендах, по нефте аналогично. Да-да-да. Поэтому сейчас покупать можно на хаях, в принципе, и с текущих евро может сходить наверх. Ну, как-то вот таким образом. Или покупка снизу, или покупка на пробой. Также мы очень активно обсуждали золото на прошлой неделе покупку по данному активу. Она, в принципе, еще сохраняется, но как-то золото скинули очень сильно, получается, в среду вниз. И здесь нужно быть осторожным, потому что могут и золото сильно продавить вниз. Поэтому пока здесь нужно быть осторожным с покупками, не исключая их с текущих. Нужно, чтобы как-то сделали какой-то хороший импульс наверх, хотя бы перебить вот этот импульс, который у нас был в среду. И после этого, возможно, говорить о дальнейших каких-то покупках. Так как сейчас они очень-очень рискованные, могут продавить или сильно локально, или даже там обновить вот этот минимум, который был у нас в конце ноября. То есть это такой комментарий по данному инструменту. Поэтому пока вот такое у меня мнение по рынку сейчас осторожное. Вот как-то вот так. Виталий, спасибо тебе за комментарии. Следим за рынками. Напоминаю то, что событий будет довольно-таки много. Действительно, передим голосование коллегии выборщиков. Кто там, Байдин, либо Трамп, уже узнаем сегодня. Будем надеяться, что обойдется без каких-то сюрпризов. И, наконец-таки, мы поймем, кто же займет овальный кабинет в следующем. Мы с Виталием, кстати, уже не раз вам говорили про разные сценарии того, что может произойти и при Байдене, и при Трампе. Я думаю, что после уже голосования вернемся к этой теме, еще раз обсудим. И, кстати, в минувшую пятницу был первый дебют с Виталием касательно такого свободного общения, про перспективы американского фондового рынка. Очень много мы говорили про Брекзит. Это посмотрите этот ролик, он уже на нашем канале на YouTube. Я думаю, Виталий, в следующий раз можно будет собраться и снова обсудить фондовый рынок США уже при президентстве, ну, например, Байдена, если все будет так, как вот есть на текущий момент. Ты как смотришь на эту инициативу? Да. Ну, супер. Тогда хорошей тебе недели. Увидимся в среду. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok